Транскатетерное эндоваскулярное протезирование артального клапана. Также транскатетерная имплантация артального клапана или операция ТАВИ – это процедура замены артального клапана при его критическом стенозе. Как она влияет на метральную функцию? Мы предоставляем слово уважаемому Марату Асановичу Арипову. Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на таком замечательном мероприятии. И речь пойдет о влиянии транскатетерной имплантации артального клапана на метральную регургитацию. Использование транскатетерной имплантации артального клапана дало такую возможность и вызвало широкую распространенность этой операции. И совершенно недавно вышла публикация в одном из авторитетных журналов, в котором говорилось о том, что пятилетние результаты имплантации ТАВИ лучше, чем хирургическое протезирование артального клапана. И это не может накладывать влияние и индуцировать другие вопросы. Каково же влияние артального клапана на метральную регургитацию? Тем более, что распространенность метральной регургитации у пациентов с артальным стенозом колеблется от 20 до 80% случаев. И это, с одной стороны, неудивительно, поскольку общие причины, причины, которые ведут к артальному стенозу, косвенно и опосредованно также и оказывают влияние на метральный клапан. И если рассматривать этиологию метральной регургитации пациентов с артальным стенозом, то, согласно классификации метральной регургитации, следует выделить структурные первичные причины, либо вторичные. Среди первичных чаще всего миксоматозная дегенерация, кальцификация створок, другие изменения, как правило, необратимые, ну и среди функциональных, дилатация, дисфункция сосочковых мышц и рестрикция движения неизмененных створок. Так вот, оказалось, что у пациентов с артальным стенозом чаще всего возникает в качестве причины метральной недостаточности первичная метральная регургитация, тогда возникает рабочая гипотеза о том, что если мы пациенту с артальным стенозом и сопутствующей метральной недостаточностью, требующей коррекции, выполняем изолированной тави, то у большинства из них метральная недостаточность должна уменьшиться, должна остаться такой же, либо может быть даже увеличиться. Почему? Потому что причины остаются прежними, на первичную причину клапан не влияет, имплантированный клапан не влияет, и в этой связи причина должна остаться, и метральная недостаточность должна сохраниться. Тем не менее, у ряда пациентов остается причина и метральная недостаточность функциональная. Тогда возникает и такая микс, сочетанная этиология метральной недостаточности, среди которых миксоматозные дегенеративные изменения клапана, подклапанных структур, у других кальсификация, среди причин функциональной дилатации метрального кольца, дилатации левого желудочка, ремоделирование изменения формы левого желудочка с рестрикцией, либо без рестрикции. Локальная синергия миокарда тоже присутствует и, согласно нашему опыту, занимает весомую часть, поскольку эти же пациенты зачастую имеют и ишемическую болезнь сердца, чаще всего перенесенные инфаркты. Но если рассмотреть эти все сочетания, то возникает как минимум 24 варианта. И как в этой классификации и как в среди такого разнообразия причин выделить основные принципы и правила. Патофизиология взаимодействия ортального стеноза и метральной регургитации тесно переплетены. Так, к примеру, ортальный стеноз вызывает ремоделирование левого желудочка, что способствует деформации метрального клапанного аппарата и далее, как результат, метральная регургитация. Следующая причина вызвана повышением давления в левом желудочке, повышением градиента левого желудочка, левого предсердия, и что способствует, опять же, развитию и прогрессированию метральной недостаточности. Если перенести это на язык цифр, то в среднем у здорового человека с давлением 120 на 80, в левом желудочке, в конце системы давление развивается до 130 мм штукного столба. Тогда как у пациента с ортальным стенозом при показаниях на операцию, а это означает градиент, допустим, 50-60 мм штукного столба, то эта цифра уже 190 и выше 200-220 и так далее. А конечное диастатическое давление также повышается. Если, к примеру, у здорового человека колеблется в пределах 12 и менее, то у пациента с ортальным стенозом, вследствие изменения в неклеточном матриксе сердца с повышением жесткости миокарда, этот показатель увеличивается до 18 и более, 18-20-25, и тогда возникает большее воздействие давления на функцию метрального клапана, и так уже измененного. И в этой связи условия и создание для развития метральной недостаточности гораздо больше, и мозаика их может колебаться индивидуально, в зависимости от выраженности либо сердечной недостаточности, либо пациента или фиброзных изменений. Мета-анализ показывает о том, что метральная регургитация, тем не менее, уменьшается после выполнения ТАВИ, и обратите внимание, что в большинстве своих случаев, в большинстве своих наблюдений, а здесь охвачено 4839 пациентов, весомая цифра, много клиник было задействовано в анализе данного вопроса, и обратите внимание, что метральная регургитация в большинстве своих уменьшается. Тогда возникает противоречие с первоначальной гипотезой, если в качестве причины метральной регургитации возникают структурные изменения, то почему тогда, после выполнения ТАВИ, в большинстве своем она уменьшается? Это один из текущих актуальных вопросов. Следующий вопрос вызван тем, что какова судьба пациентов, у которых метральная недостаточность после ТАВИ не улучшилась, а осталась в прежней форме, или может быть даже увеличилась. И опять же, наблюдения из данных мета-анализов показывают о том, что у этой категории пациентов смертность увеличивается, причем увеличивается как в первые 30 дней, так и к концу года. И обратите внимание, что она увеличивается в большинстве наблюдений, и это позволяет выделить метральную недостаточность, сохранившуюся после выполнения ТАВИ, как основной предиктор смерти в данной категории больных. И здесь обратите внимание, насколько то мы думаем о том, что дегенеративных метральных причин достаточно много, тем не менее они существенно улучшаются, а вот на смертность у пациентов с ортальным стенозом в большинстве своем наблюдении, которое охватывает в одном случае около двух тысяч пациентов, смертность у них увеличивается и увеличивается и в течение 30 дней, и в течение одного года, что убедительно представлено данными метаанализа. По данным исследования Партнер, в нейтральной регуляции таким образом встречается до 80% больных, а двухклапанное хирургическое вмешательство, которое выполнялось до внедрения ТАВИ, показало, что пере- и послеоперационное осложнение у данных пациентов гораздо выше, так же, как и операционная летальность. В этой связи данная операция была адресована ранее пациентам с низким и промежуточным риском и не рекомендовалась для пациентов высокого хирургического риска. Если представить пациента с артальным стенозом, то, как правило, это пациент возрастной, длительно имеющий артериальную гипертензию, которая также вызвала не только поражение артального клапана, но и поражение сосудов сердца. Длительное течение гиперстрофированного левого желудочка вызывает также диастонические нарушения и в этой связи возникает у пациента с артальным стенозом не один изолированный диагноз, а также диагноз, относящийся как к фоновой, так и сопутствующей патологии, что увеличивает операционные риски и относит этого пациента больше к высокой группе операционного риска. И следующий пункт. Транскатентерная имплантация артального клапана является возможным вариантом лечения тяжелого стеноза артального клапана у пациентов с высокими рисками митральной регургитации, но остается вопрос обративности митральной регургитации. Таким образом, если подытожить идеологическую предпосылку для освещения этого вопроса, возникает один из серьезных квестов, когда среди причин необратимого характера, вызывающих митральную регургитацию, нужно выделить те, которые все же являются потенциально обратимыми. В этой связи мне хочется проиллюстрировать ряд наблюдений, которых мы наблюдали. Пациент первый, как видите, градиент у него пиковый 114 мм. втутного столба средний 76 мм. Это означает, что давление в левом желудочке у него как минимум 210-220 мм втутного столба. Теперь я хотел сакцентировать внимание аудитории на характеристику клапанного аппарата данного пациента. Кроме артального стеноза, характеристика которого представлена вот здесь на данном спектре, доплерографической кривой, у пациента заметно увеличена полость левого желудочка, на фоне которой видно, как натяжены створки и подклапанные структуры, особенно сосочковые мышцы, и хорды. Хорды натяжены, и это вызывает рестрикцию движения, особенно систолические движения передней и преимущественно задней створки метрального клапана. Также видно, что створки метрального клапана утолщены, а кольцо дилетировано. Таким образом, у этого больного есть как причины функциональные метральные недостаточности, так и причины органические. и первичные, и вторичные причины. И возникает вопрос, уменьшится ли у этого пациента метральная недостаточность после имплантации артального клапана. На следующей доплерографической кривой видно, насколько была эффективна процедура ТАВИ, и здесь пиковый градиент со 114, я подчеркиваю со 114, уменьшилась до 22, а средний градиент стал 12. Фактически подошли к физиологической норме, норме гемодинамической характеристики функции артального клапана. А что же с метральным клапаном и с метральной регламентацией? И я запускаю, и вы видите, что метральная недостаточность у пациенту уменьшилась. Уменьшилась и фактически ее нет. Теперь проанализируем. Обратите внимание, что полость левопрецердия, я показываю стрелкой, до операции и полость левопрецердия после операции, она заметно уменьшилась. Левопрецердия даже изменила форму, стала более прямоугольной вытянутой вследствие того, что давление в ней уменьшилось. Вследствие того, что вместо 220 давления в левом желудочке это стало всего лишь 130-140. А также здесь видно, что движение задней створки метрального клапана как было ограничено, так и осталось ограничено. Тем не менее, метральная недостаточность уменьшилась. Также вследствие того, что уменьшилось и конечное диастолическое давление, и среднее давление в полости левого желудочка уменьшилась его полость. И это видно заметно так же, как и изменилась его форма. То он был более свеичный, а здесь он приобрел более коническую форму. И если взять и представить, что мы видим только этого пациента и еще не выполнили ТАВИ, то у ряда врачей это мы проводили ретроспективно. Все же возникал вопрос о целесообразности имплантации ТАВИ, или же все же дать этому пациенту шанс хирургической хирургической коррекции одновременно и метрального крапорного и аортального. Как видно, анализ и соотношение баланса первичных и вторичных причин метральной недостаточности у этого пациента все же способствовал уменьшению метральной недостаточности. Следующий пациент у которого пиковый градиент составил на артальном клапане в верхнем левом углу 65 миллиметров штукного столба средний 41 и если мы просмотрим в нижнем изображении и оценим левый желудочек и клапанный аппарат то опять же заметно утолщение створок как передней так и задней створки метрального клапана а при движении явно видно насколько значима метральная регургитация у данного пациента и еще я бы хотел выделить как движется задняя створка метрального клапана фактически она находится без движения метральная недостаточность у пациента значимая о чем еще и свидетельствует форма левого претерпия которая приобрела фактически форму шара и это закон физиологии закон физики закон лапласа где больше давления там возникает изменение полости в пользу формы шара и левое претерпия здесь как раз победительно демонстрирует высокое давление в левом претерпии тем не менее на фоне гипертрофированного левого желудочка можно выделить что форма его не нарушена левое желудочек не имеет сферической формы и у этого пациента есть еще изменения в подклапанных структурах в виде фиброза и элементов кальциноза можно представить что у него тоже микс и причин первичной и вторичной нейтральной регургитации и конечно интересно будет посмотреть что же возникло после тави меня например сильно смущает то что задняя створка серьезно ограничена в движениях и если бы я видел этого пациента первый раз я бы подумал бы что нейтральная недостаточность не изменится вовсе тем не менее вот после операции несмотря на то что движения остаются задней створки такими же гиподинамичными нейтральная недостаточность уменьшилась а вот показатели вверху градиент на ортальном клапане стал 10 при предыдущих 65 фактически уменьшилось в 6 раз и это способствовало тому что нейтральная недостаточность стала незначимой а значит прогноз пациента у этого улучшен и в этом и состоит квест и задача эхотердиографиста предоперационном обследовании выделить среди необратимых причин все же необратимый тюре обратимый элемент этой необратимости а вот следующий пациент тоже с ортальным стенозом для того чтобы не загромождать информации я выделил здесь только метральный клапан не демонстрируя ортальный стеноз и здесь обратите внимание что опять же вот та же задняя створка если у предыдущего пациента она хоть как-то двигалась то здесь она не двигается более того она утолщена и утолщена серьезно и имеется выраженный кольценоз налицо доминирование органических причин метральной недостаточности структурных причин чем функциональных причин полость левого претергиев напряжена увеличена а сократительная функция у этого пациента видно что существенно уменьшена и это относит его к категории высокого хирургического риска почему и пациенту не было выполнено сразу хирургическая коррекция и вот после тави после выполнения тави литеральная недостаточность у него сохранилась она остается значимой видно как расширены узкие легочных вен и сейчас стоит задача как мы можем помочь этому пациенту поскольку мы знаем в какой категории больных он относится эта категория имеет одну характеристику с точки зрения статистики смертность у них и в первые 30 дней и в течение первого года несмотря на выполненное тави остается крайне высоким и здесь еще следующий пациент у которого после уже анализа тех предыдущих трех случаев можно выделить низкую фракцию выброса левого желудочка и ограниченную подвижность створок метрального клапана с их выраженным утолщением и дилатацией метрального кольца в другой проекции видно как изменен аортальный клапан вы видите насколько он утолщен и фактически створки аортального клапана не совершают раскрытия и в этой связи у него чрезвычайно был повышен пиковый градиент а задняя створка обратите внимание фактически тоже не совершает систола диастолических колебаний ожидаемо что у этого пациента метральная недостаточность скорее всего не изменится и вот его гемодинамические характеристики пиковый градиент 54 средний 34 что означает что давление в полости левого желудка как минимум 180 это тогда когда он в покое если он движется какие-то выполняют совершения движения то это давление увеличивается до 200 и более а вот его метральная недостаточность фактически поток ревургитации забрасывается сразу в узкие легочные вень что относит его к тяжелой категории пациентов также видно насколько утолщены створки и створка здесь задняя створка метрального клапана замерла в серединном положении ни в состоянии закрытия ни в состоянии раскрытия что тоже способствует ухудшению диастолической функции и вызывает массу клинических проявлений особенно в виде усталости одышки и вот его характеристика после выполнения тави градиент стал 18 вроде бы все хорошо замечательно а вот метральный клапан и видно что метральная недостаточность у этого пациента уменьшилась если она относилась к силе то здесь можно сказать о том что у этого пациента реграбитация заметно уменьшилась также и клиническая характеристика его была после талии претерпевала серьезное улучшение он стал ходить больше спокойно спать в одних из последних рекомендаций а это 2020 года гайдлайнс по упражнению пациентов с клапанами патологии и редакция 2020 отличается от предыдущих тем что здесь в данном документе есть клавы посвященные микс патологии то есть ортальный стонус нейтральная недостаточность наоборот нейтральный стонус ортальная недостаточность и так далее и вот в этой главе в этом разделе посвященной данной категории пациентов выделено несколько алгоритмов среди которых наиболее чаще упоминается открытая операция для пациентов у которых имеется низкий и промежуточный риск но возвращаясь к сказанному можно сказать что эти пациенты крайне редко встречаются крайне редко имеют низкий промежуточный риск и если взять среднего типичного пациента наиболее популярного в этих диагнозах то здесь в качестве основной лечебной процедуры предлагается выполнение тави и после выполнения тави выполнение клипирования метрального клапана и тогда ожидается улучшение прогноза и клинического самочувствия у этой группы больных тем не менее здесь опять же возникает противоречие поскольку клипирование метрального клапана рассчитано преимущественно на пациента с неизмененными или малоизмененными створками метрального клапана а при ограниченной подвижности может вызвать развитие и метрального стеноза и в этой связи открытым остается вопрос как же распознать и когда и какую группу пациентов отдавать на хирургическую ревоскулизацию это все наталкивает на необходимость наличия собственного опыта собственного анализа и здесь я хочу представить данные наших наблюдений мы выполнили 632 процедуры ТАВИ в среднем год 170-180 из которых средняя и умеренная метральная недостаточность имели 312 пациентов что составило 48 процентов а вот тяжелая метральная революбитация наблюдалась у 39 пациентов что составило небольшой процент 6 и им всем выполнена была ТАВИ процедура и метральная недостаточность сохранилась у 10 из них или 10 из 39 25 процентов у каждого четвертого метральная недостаточность оставалась значимой несмотря на выполненные ТАВИ несмотря на терапию хронической сердечной недостаточности и сейчас предстоит нам задача решать как быть дальше когда мы провели собственный анализ ретроспективно что же является среди причин первичной метральной недостаточности все же причины которые позволяют выполнить ТАВИ с уменьшением метральной недостаточности и оказалось что дистанция межсосочковых мышц выраженный фиброз карциноз диаметр метрального кольца особенно низкая фракция выброса менее 30 особенно после перенесенных инфарктов миокарда способствует тому что у пациентов нейтральная недостаточности нейтральная регуляция все же сохранится и нужно несколько раз обдумать и обсудить другие альтернативные пути лечения для того чтобы улучшить их клиническое самочувствие оглядываясь на другие литературные данные имеются также аналогичные предикторы которые указывают о том что лучше анализировать не диаметры метрального кольца как и по эхотографии а по данным КТ смотреть периметр кольца и чем больше этот периметр тем выше вероятность того что метральная недостаточность у данного пациента сохранится ясно и будет влиять дальше на прогноз среди такой мозаики пациентов когда нужно что-то обдумать что-то дорешать что-то проанализировать опять же интересен и опыт других источников других клиник как же они поступают в такой ситуации и интересные данные были опубликованы в журнале Circulation которые говорят о том что я поставлю на метральную недостаточность пациентам выполнено было только из 746 пациентов с метральной недостаточностью выполнена была интервенционная процедура по коррекции метральной регуляции только 37% больных 37% и такому же проценту 37% она не была показана а вот весомая группа это 25% каждый четвертый пациент интервенционное вмешательство не выполнено вследствие одних других причин либо не подходит анатомически подклипирование метрального клапана либо есть другие причины тем не менее это все остается еще тем фронтом который требует усилия медицинского сообщества и синергии коллег если взять аортальный стеноз то к примеру только 40% выполнена была процедура с аортальным стенозом и 26% не показана и опять же 33% процедура еще не выполнена или пока не выполнена и это все вызывает или заставляет находить какие-либо альтернативные пути в этой связи и обглядываясь на собственный опыт и на данные литературных источников можно утверждать что метральная регулигация пациентов с выраженным стенозом артального клапана имеет комплексную микс причину соотношение первичных и вторичных факторов для развития метральной недостаточности может быть отличаться и иметь широкую вариабельность для прогноза обратимости и необратимости метральной регулигации требуется корректная операционная оценка функций метрального клапана левого желудка все это в комплексе возможность данными для того чтобы с большей вероятностью знать судьбу метральной регулигации после выполнения ТАВИ спасибо большое за внимание я с удовольствием отвечу на возникшие вопросы и поучаствую в обсуждении спасибо за внимание уважаемые Марат Асанович благодарим вас за прекрасный интересный доклад и предлагаю нашим уважаемым коллегам присоединиться к обсуждению и задать вопросы Андрей Сергеевич Марат Асанович действительно крайне интересный доклад с большим удовольствием его слушать спасибо вам отдельно за презентацию я так понял что распространенность необратимой метральной недостаточностью регулигации по данным вашей проценты составила порядка 10% правильно да а скажите пожалуйста это коррелирует с данными международных регистров международных исследований вот такая вот встречаемость нет это знаете не совсем коррегирует с данными мировой литературы возможно когда я реанализировал почему же у нас не согласовывается в первые годы выполнения ТАВИ мы таких пациентов вообще не рассматривали на ТАВИ и они шли на отчетную операцию по этой причине вот первые 2-3 года а это уже наверное если учесть 150 пациентов в год 300 пациентов шли с изолированным ортальным стенозом без сопутствующей литеральной миссаршинской потенциально эта цифра конечно гораздо больше Марат Асанович еще один вопрос я хотел бы с практической точкой зрения задать вам он немножко не связан с темой вашего доклада не связан с метролизацией ортального стеноза я хотел бы спросить про защиту головного мозга сейчас на конференциях все чаще обсуждается вопрос защиты головного мозга при операциях ТАВИ в России зарегистрировано устройство Сентинел компанией Бостон Скажите пожалуйста вы используете во время операции ТАВИ для снижения риска инсультов какие-то системы защиты головного мозга специальные системы защитного головного мозга рутинно мы не используем как правило имеется мониторинг сразу сатурации и перфузии головного мозга и в редких случаях когда мы видели выраженный атероматоз была использована ловушка но это было таким редким явлением что можно сказать что мы сухрутина не используем к сожалению не используем ловушка в внутреннюю сонную артерию стандартная спасибо большое Марат Асанович действительно за крайне интересный информативный доклад спасибо спасибо вам